Обратный отчёт начался. НАСА объявило, что 350-метровый астероид Апофис направится к Земле через пять лет. Сейчас специалисты работают на полную катушку, чтобы подготовиться к встрече со снарядом из космоса. Но что мы сможем сделать в случае столкновения? Будем ли мы беззащитны перед смертью и разрушениями, который принесёт астероид такого размера? Или же существуют способы и средства, позволяющие отгородиться от опасности из космоса? Сотрудники НАСА сдаются именно этим вопросом. Именно поэтому они недавно разработали план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с астероидом, вероятность столкновения с которым составляет 72%. Это было 19 июня 2004 года, когда в список космических снарядов была добавлена запись. Тогда астрономам Рою Такеру, Дэвиду Толлину и Фабрицо Бернарди из Национальной обсерватории Китпик удалось добавить в звёздные карты астероид С-типа диаметром 350 метров. Объекты, о которых идёт речь, состоят в основном из силиката, содержащей породы, а также железа и никеля. И всё же это был и есть не тот состав материала, который сегодня продолжает пестрить заголовками. На самом деле уже первые наблюдения показали, что астероид пройдёт очень близко к Земле 13 апреля 2029 года. В результате его первооткрыватели без лишних слов решили дать этому орбитальному телу подходящее имя Апофис. Таким образом, объект является тёзкой древнеегипетского бога Апофиса, который в мифологии олицетворяет распад, тьму и хаос. Зловещие предзнаменования, кто знает, но можно быть уверенным, что в случае столкновения Апофис с блеском оправдает своё разрушительное имя. Эксперты определили, что при столкновении астероид выделит энергию в 900 мегатонн тротила. Чтобы представить это в перспективе, самый крупный ядерный взрыв, произведённый людьми, детонация царь-бомбы имела значение 50 мегатонн тротила в этой категории. То, какие последствия для жизни на Земле будет иметь столкновение с Апофисом, зависит от ряда важнейших факторов. В первую очередь, от точного состава астероида, а также от места и угла столкновения. Если астероид врежется в Землю, то, скорее всего, создаст вокруг себя зону смерти радиусом 250 км. За её пределами, однако, шансы на выживание будут сравнительно высоки. В случае столкновения с водой жителям близлежащих побережьей пришлось бы готовиться к цунами в полный рост, поднимающимся в воздух более чем на 100 метров. Но возможно ли вообще, чтобы Апофис стал астероидом Чиксулуп-2.0? Другими словами, может ли удар астероида спровоцировать массовое вымирание невообразимых масштабов, как 66 миллионов лет назад? Что ж, к счастью, эксперты успокаивают на этот счёт, чтобы вызвать глобальное разрушение, энергии удара Апофиса должна была бы быть в 100 раз больше, чем предполагается в настоящее время. Насколько реальна опасность? В декабре 2004 года вероятность столкновения всё ещё ставилась на уровне 1 к 37, или 2,7%. Однако в результате дальнейшего анализа данных столкновение с астероидом в 2029 году теперь считается исключённым. И всё же не стоит забывать об одном — Апофис вступит в тесный контакт с Землёй не один раз, а несколько раз в течение ближайших десятилетий. Потому что хотя объект обращается вокруг Солнца по орбите за добрых 323 дня, он также особенно близко подойдёт к нашей голубой родной планете в 2036 и 2068 годах. В астрономическом контексте особенно близко означает около 31 тысячи километров. Так что во время очередного рандеву Апофис пройдёт чуть ниже орбиты геостационарного спутника, что сделает его видимым даже невооружённым глазом. Из-за этого некоторые астрономы опасались, что близкое прохождение может изменить траекторию астероида и подготовить почву для столкновения в апреле 2036 года. Однако спустя несколько более точных определений орбиты и расчётов, эксперты объявили, что непосредственной опасности от Апофиса не будет, по крайней мере, в этом веке. Но тут в дело вступил эффект Ярковского, и реальный риск столкновения вдруг снова оказался у всех на устав. Весной 2020 года команда под руководством Дэвида Толлина, который, как уже говорилось, был одним из первооткрывателей астероида, обнаружила ряд решающих изменений, которые дали повод для нового беспокойства. Наблюдая с помощью телескопа Субару на Моанакея на Гавайях, исследователи поняли, что Апофис больше не находится там, где они ожидали его увидеть. Если подробно, новые исследования показали, что объект дрейфует в сторону от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год. Смещение орбиты, которое значительно увеличивало риск столкновения для 2068 года и причиной которого, как подозревают, была солнечная радиация. Согласно ей, эффект Ярковского возникает из-за того, что стороны астероида нагреваются в разной степени. В зависимости от скорости и направления его собственного вращения, это приводит к тому, что он немного отклоняется внутрь или наружу под давлением радиации. Однако спустя несколько месяцев НАСА объявило, что исходя из новых данных наблюдений, риск столкновения с Апофисом для 2068 года отсутствует. Другая сторона астероидной монеты. Хотя интерес публики к Апофису обычно вращается вокруг апокалиптического сценария, который он может вызвать, мы быстро забываем, что астероид также предлагает экспертам уникальные возможности для исследований. Приближение объекта также дает астрономам шанс получить новые сведения о подобных околоземных астероидах. Ведь околоземный визит глыбы такого размера происходит в среднем лишь раз в сто лет. И чтобы оказать галактическому гостю достойный прием, команда из Вюртспурского университета сейчас работает над тремя различными концепциями миссии с небольшими спутниками, которые позволят поближе рассмотреть Апофис. Проект NEALIGHT может помочь разгадать некоторые фундаментальные загадки астероидов. Они касаются их структуры, влияния на траекторию движения, гравитационного взаимодействия с другими объектами и, прежде всего, вопроса о том, как предотвратить столкновения. Чтобы хоть на шаг приблизиться к поиску ответов, Вюртспурская исследовательская группа под руководством Хаккана Кайла вынашивает идею создания небольшого спутника, который будет наблюдать за Апофисом в течение двух месяцев на пути к его ближайшей к Земле точке и сопровождать его в течение нескольких недель после этого. Таким образом, изменения в астероиде можно было бы запечатлеть прямо на снимке и дополнить детальными измерениями. Однако такая затея также станет грандиозной технической задачей. Альтернативная концепция носит название РАМЗЭС. В рамках этой миссии более крупный спутник, оснащенный малым спутником, телескопами и другими измерительными приборами берет курс на Апофис. Небольшая, но крайне важная загвоздка здесь, однако, заключается в том, что реальная реализация миссии РАМЗЭС на данный момент еще записана на пресловутых звездах. Третий подход в конечном счете основан на запуске одного небольшого спутника, как и первый, но на этот раз он пролетит мимо желаемого астероидного объекта всего один раз и сфотографирует его в самой близкой к Земле точке. Стоимость такой миссии будет относительно невысокой, но то же самое, вероятно, относится и к полученным знаниям. Поэтому в конечном итоге предстоит взвесить, какой вариант имеет наибольший смысл и наиболее вероятен для реализации. Исследователи хотят объявить о своем решении в следующем году. Дело о кейсах Как уже говорилось, мы будем избавлены от столкновений с астероидами, по крайней мере, в этом веке. Но как быть с тревожными заголовками, которые уже несколько недель циркулируют в сети? Они гласят, например, «Вероятность столкновений с астероидом в 2038 году составляет 72%» или «Астероид врежется в Землю 12 июля 2038 года». Так как же нам следует классифицировать эти зловещие заголовки? Наступил ли наконец момент паники? Но бесспорно, что провозглашаемый ужасный сценарий действительно основан на официальном сообщении НАСА. Но также бесспорно и то, что это чисто теоретическая игра-симулятор, призванная помочь экспертам лучше подготовиться к чрезвычайной ситуации. И не только со вчерашнего дня. На самом деле НАСА проводит свои учения по ликвидации последствий столкновений с астероидами каждые два года, начиная с 2016-го. И на этот раз Центр изучения околоземных объектов НАСА JPL задал сценарий астероида размером в несколько сотен метров, который врежется в Землю через 14 лет с вероятностью 72%. В центре опасности оказались бы густонаселённые районы Северной Америки, Южной Европы или Северной Африки. И что ещё хуже, гипотетический кусок в течение нескольких месяцев двигался бы слишком близко к Солнцу, поэтому его было бы очень сложно наблюдать. На этом фоне 100 участникам предстояло разработать стратегии по защите от астероидов, связям с общественностью и подготовке к катастрофам. В итоге, однако, главный вывод заключался в том, что в настоящее время мы не особенно хорошо подготовлены к худшему сценарию. Одна из фундаментальных проблем, например, заключается в том, что действия в случае такого сценария совершенно не ясны. Ни в США, ни в остальном мире процедуры в случае столкновения с астероидом чётко не определены. Хотя существует поддерживаемая ООН-комиссия по планированию, консультативная группа по планированию космических миссий, участники учений не знали, какую роль она на самом деле играет. Осложняло ситуацию то, что поддерживать усилия по защите от астероидов на протяжении 14 лет было, мягко говоря, непросто. В частности, смена политического руководства изменения бюджета и отвлекающие влияние мировых событий приводили к хаосу. Но, несмотря на все слабости и пробелы, которые были вскрыты, НАСА сделало положительный вывод. В резюме говорится следующее. Учения повысили осведомлённость о природе астероидной угрозы и проблемах, связанных с подготовкой эффективного международного ответа. Среди итоговых рекомендаций были следующие. Лучше донести до населения роль СМПАК, проводить больше учений и подготовить шаблоны сообщений для населения в случае реальной угрозы. И действительно, в будущем должна появиться возможность ещё лучше оценивать риск потенциально опасных небесных тел. НАСА планирует запустить Near Earth Object Surveyor — космический телескоп, который будет искать новые околоземные астероиды к лету 2028 года. Твои поиски кнопки подписки на околоземные объекты должны быстро закончиться. Нажми на неё и подпишись прямо сейчас, чтобы больше никогда не пропустить ни одного нашего увлекательного видео.